833-к в определенный момент стал как матрешка. От маршрута Апальха-Павшина с заездом в Изумрудные холмы отделились еще два покороче без заездов холмы и совсем короткие до остановки улицы Народного ополчения. Компания-перевозчик решила, что может вносить такие изменения в рамках одного утвержденного маршрута, не согласовав их с Минтрансом Подмосковья и получила штраф. Однако от актуальной идеи не отказались, ее просто узаконят. В течение полугода мы его уведомляли о том, что ему необходимо подать на установление, он это не сделал и вышел транспортный надзор и вынес ему штраф и предписание. Штраф от 150 тысяч рублей. В течение двух месяцев мы проведем процедуру конкурсную по установлению короткого маршрута. У него будет отдельный выделенный реестровый номер. Мы по временной схеме ему до проведения конкурсной процедуры разрешили работать по короткой схеме. Сегодня 14 маршруток выходят в короткие и длинные рейсы. До 600 человек в обычные часы и до 2000 в часы пик приходится на круг каждый. Уточняют в управлении транспорта. Теперь к пассажиропотоку добавились и новоселы микрорайона Апалиха-О2. Стоят на Дежнево особенно в Апалихе. Очень много народу скапливают. Вчера муж говорит, я стоял-стоял, видите, там человек 30 накопилось. И в итоге пошел, сел на машину и поехал до станции. Потому что из этих пробок, видимо, они не придерживаются графика. Пробки близ станции Апалиха – потенциально решаемый вопрос, говорят дорожники. В планах новые маршруты. От станции Апалиха мы планируем еще дополнительный маршрут до Благовещенской. Для того, чтобы жители могли доехать до школы в Апалихе, до детского сада на Новонекольской и вернуться назад до станции Апалиха. И еще маршрут, возможно, мы рассматриваем отдельный, будем считать пассажиропоток, это именно Апалиха – Изумрудные холмы. И Изумрудные холмы – станция Никеевка. Да, Никеевки хоть и дальше, но не дольше, потому что без пробок. Так что это неплохой вариант для пересадки на электричку. Что касается больших автобусов МОЗ «Трансавто» с аналогичным номером 833, их изменения не коснутся.